Ну что, дорогие друзья, хочу вас всех поздравить. Вот и начались в нашей жизни весёлые деньки. Вот мы и начали в полной мере уже ощущать появление в нашей жизни обновлённой Конституции, за которую нам всем было предложено дружно проголосовать 1 июля текущего года. И огромное количество весёлых, счастливых людей, которые радовались и говорили, как здорово! Ведь теперь у нас не просто Конституция, а наша Конституция теперь имеет приоритет над международным правом. Не далее, как в понедельник ко мне приходил один представитель власти в студию, такой ярый запутинец, который очень радовался по этому поводу. И вот она, новая Конституция в действии, по которой бесполезно, совершенно бесполезно ходить в какие-то европейские суды по правам человека, обращаться куда-то там в международные суды за защитой своих прав. Сразу же после вступления в силу, после того, как эти поправки были подписаны, закон начал действовать, мы увидели целую серию очень интересных дел. Началось всё в понедельник. Состоялся очередной суд по отжатию у экс-кандидатов президента Грудинина и его совершенно замечательного совхоза. Это вообще-то там достаточно долгая история, она тянется уже давно. И многие её называют процессом политическим. Но политический ли он, вы знаете, я бы сказал так, и да, и нет. Потому что, с одной стороны, конечно, да, видимо, таким образом решили наказать человека, который вроде как пошёл на выборы, и все думали, что он идёт на эти выборы в качестве спойлера, такого чисто технического кандидата, ну, чтобы якобы составить конкуренцию нашему великому укоромчему. А он, видишь, не просто пошёл, он ещё как получил доступ-то к федеральному телеэфиру, да как давай критиковать, да критиковать-то по-настоящему нашего великого кормчего. Понятно, что там, где-то. Обиделись, решили наказать, но на самом деле, я бы не говорил только о политической подопылке, ведь не будем забывать, что здесь есть ещё и чьи-то коммерческие интересы. Что такое совхоз имени Ленина? Это огромный актив в виде огромного участка земли, теперь уже в центре обновлённой Москвы, а, насколько вы помните, я вам рассказывал, как раз в прошлой программе, Собянин вот уже несколько лет к ряду носится с идеей под названием «Реновация», то есть он миллион человек пытается отселить, значит, из центра привычной для нас Москвы вот в сторону вот этого вот расширенного города, миллион человек, повторюсь. Для тех, кто не понимает, что такое миллион человек, я уже приводил этот пример. Это город Омск, например, да, это город Челябинск, это два города Ставрополя, то есть представляете масштабы, объёмы, масштаб вот этой аферы, представляете объёмы строительства, объёмы денег, которые на это планируется затратить, и вот тут как раз очень кстати есть Грудинин, у которого есть немерены земли, именно там, где будет реализоваться вот эта вот программа реноваций. Те миноритарные акционеры, которые сегодня в качестве ответчиков участвуют, вот в этих судах и очень надеются, что после того, как Грудинина отстранят от власти в этом совхозе, когда по сути у него этот совхоз отожмут, то вдруг, да, придут какие-то другие люди, которые с утроенной силой начнут всё это дело развивать, по-новой там вкладывать какие-то деньги, улучшат жизнь этих совхозников, ребята. Забудьте и даже в страшном сне не вспоминайте, по одной простой причине, что рейдеры не занимаются объёмом активов для того, чтобы эти активы развивать. Отъёмом активов у Грудинина эти ребята, рейдеры, занимаются только ради одной цели, чтобы заработать на этом денег, чтобы перевести потом эту землю в другой разряд, в землю другого назначения под строительство, и продать этот огромный кусок земли городу Москвы. Я в Москве за бюджетные деньги и наварить на этом целую кучу, там, миллионов, миллиардов. Я не знаю, если честно, о каких суммах пойдёт речь, но, собственно, рейдеры только ради сиюминутной выгоды своей деятельностью и занимаются. Я по рейдерству очень много работал. Найдите в соцсетях один из моих фильмов, который я делал, там 10 лет моей журналистской деятельности, 10 лет моей жизни, он, правда, не новый, но там, начиная с 2000 года, называется Goop Stop Management. Он как раз о рейдерах, о том, чем они занимаются. Там невероятно какое-то большое количество примеров. Повторюсь, это 10 лет моей жизни, поэтому найдите, посмотрите, через любой Яндекс найдёте. Вот, и вы поймёте, что вас ждёт примерно то же самое. Поэтому очень в скором времени вы, ребята, останетесь и без каких-либо акций, и без каких-либо денег, и без работы, и, возможно, без жилья. То есть вы сами пилите сут, на котором вы сидите, а груди ничего не остаётся, как пытаться спасти хотя бы что-то. Потому что я так подозреваю, что его дожмут, и тут даже без вариантов. Вторая история, которую мы все увидели, но более откровенного хамства я никогда в жизни не видел, да, это история с губернатором Хабаровского окрая, губернатором Фургалом, который сегодня уже находится под арестом. Вот, и она тоже напрямую связана вот с этими самыми поправками, потому что я больше чем уверен, человек сядет. Если кто-то думает, что это политическое дело, опять же, и да, и нет, потому что за всей вот этой игру в политику, за всей вот этой вот ширмой, на которой написано «оппозиционный» или «народный» губернатор, мы почему-то не заметили основного и самого главного. Мы забыли, что Хабаровск – это ещё и порт. В своё время это был порт союзного значения, сейчас это порт федерального значения, то есть это огромное серьёзное предприятие, на котором вращаются миллиарды и не рублей. Вот, половина вот этих вот вращаемых там миллиардов – это чёрные деньги, потому что не забываем, что через порты и через Хабаровский в том числе работает так называемая автомобильная мафия, рыбная мафия, наркотрафик идёт из Китая, сумасшедший, который разлетается затем не только в нашу страну, но и куда-то там, в страны февероамериканского континента. Поэтому, ребят, тут, в принципе, тоже всё понятно. Представляете, там с начала 80-х годов, ну, может быть, с середины 80-х годов, сидели ребятишки, пилили там бабки, причём там была вечная несменяемость власти, это были там вчерашние комсомольцы или вчерашние члены КПСС, которые кричали там «Слава этой КПСС!», затем они перекрасились после развала СССР, но никуда от кормушки-то не девались, я имею в виду, конечно же, чиновников, каких-то руководителей. Вчерашние комсомольцы, они сегодня просто называются там членами партии «Единая Россия», может быть, или как-то по-другому, но так или иначе там ничего 20 лет не менялось. А потом вдруг состоялись какие-то выборы, на которых неожиданно люди избрали губернатором Фургала, то есть не путинского ставленника, а избрали вот этого вот Фургала. Я так подозреваю, сначала к нему присматривались, потом, возможно, пытались договориться, но в какой-то момент он там просто, видимо, человек решил разворотить весь этот гадюшник и разворотил. Почему сейчас? Ну, просто три года прошло, я много раз говорил, что любой руководитель, который сегодня придет откуда-то не из номенклатуры, в любом другом регионе, если вдруг окажется какой-то руководитель новой, от оппозиции, не номенклатурщик, не бюрократ, ему потребуется какое-то время на то, чтобы просто разгрестись, на то, чтобы просто понять, что происходит. Видимо, потребовались Фургалу там вот эти вот три года, для того, чтобы понять, что происходит, для того, чтобы понять, как это все работает. А можете себе представить, 30 лет они там сидели, пилили. Вот, естественно, там такие схемы намучены, что в них просто разобраться нужно время. И вот, видимо, время настало, когда человек решил заняться и этим гадюшником, в том числе. Собственно, что мы сегодня наблюдаем, а наблюдаем, ну, то же самое, что наблюдали в 90-е годы, просто в 90-е годы, да, каких-то людей, которых нельзя контролировать, да, их просто убивали, сегодня делают проще. Сегодня в отношении таких людей возбуждаются дела, и они оказываются за решеткой. Будет ли Фургал сидеть? Да я больше, чем уверен, будет сидеть. Верю ли я в то, что он является организатором вот этого вот заказного убийства? Честно скажу, не очень. Вот не очень. Потому что если знать, что спецслужб был какой-то компромат на этого человека, то почему его вытащили не раньше, а вытащили сейчас? Да сейчас, по большому счету, и концов-то ведь не найдешь. Вот я читаю ваши письма, там кто-то пишет, вы проведите журналистское расследование, слушайте, мы бы с радостью на это бесполезно. Мы даже если очень захотим, мы уже не найдем никаких концов. Что там, кто там, это был 2004 год, это 16 лет назад все это происходило. Я даже не знаю, с какой стороны копать. Вот, за это время, там уже вся эта история Хабаровского края новейшая, да, она на 15 раз переписана. Повторюсь, найти хоть кого-то, хоть какие-то концы, я думаю, нереально. Но обидно, конечно, то, что все опять же происходит, это с нашего молчаливого согласия. Вот говорил о Грудинине, подмосквичи молчат, хотя это коснется напрямую их. Вот сейчас говорим о Фургале, опять же, его земляки, которые сделали этого человека народным губернатором, опять же молчат, никуда не выходят, не протестуют, не пытаются за него заступиться. Понимаю, что многие просто думают, что это бесполезно все. Возможно, возможно, так оно и есть, но, мне кажется, просто так опять просидеть, сесть и промолчать. Спасение утопающих, как говорится, дело рук самих утопающих. Но на этом буду, наверное, откланиваться. Подробнее об этом мы еще поговорим. В понедельник на стриме с Николаем Бондаренко теперь стримы будут по понедельникам проходить. Ну и отдыхайте, тепло, хорошо на улице. Наконец-то лето пришло, правда, у нас вот очень жарко. Ну, тем не менее, хоть одна радостная весть. Все, пока. Пока.